Здравствуйте, уважаемые коллеги! Значит, несколько слов о том, чем какой литературой можно пользоваться. Всякой литературой можно пользоваться, никаких нет ограничений. В программе там большой очень перечень. Наиболее близко к тому, как я читаю вам лекции, я назвал бы три книги. Это первое – это лекции по философии истории. Диалектики ближе не в смысле построения, а в смысле того, что там дается тот диалектический метод, который вызывает наибольшие сложности или трудности. Это раз. И для того, чтобы его освоить, лучше с разных сторон на это смотреть. Второе – это социальная диалектика. Обе эти книги выложены в интернете на сайте Фонда Рабочей Академии в разделе «Библиотека». И вот на днях вышла книга Дмитрия Гоблин-Пучков, Михаил Паков, которая называется «Диалектика. Ключ к истине». Так она выглядит. Эта книга, собственно, и посвящена как раз тому, чтобы в наиболее популярной форме для людей, которые хотят постигнуть всё-таки диалектику и философию, чтобы можно было это сделать не только в изложении самих философских категорий, но и с применением той социальной жизни, которая у нас бурлит. И поэтому на этих применениях можно, в том числе даже вот есть целая беседа, есть семь бесед из них о диалектике перехода коммунизма в капитализм. Исходя из того, что у нас же был период, когда у нас был социализм. Да, был? А социализм что такое с точки зрения научной? Это коммунизм в низшей фазе. То есть такого строя общественного, отдельного, такой формации социализм нет. Есть формация коммунистическая. Но какая? Такой коммунизм, который вышел из старого строя и во всех отношениях, в экономическом, нравственном и умственном, несёт отпечаток того строя, из которого он вышел. Вот такой неразвитый, незрелый коммунизм называется социализм. Отсюда, если это понимать научно, следует, что вот концепция развитого социализма, которая у нас оглушающе, так сказать, себя проявила в последнее время существования Советского Союза, она ничего общего с наукой не имеет, потому что социализм не может быть развитой, оставаясь социализмом. Если он неразвитый коммунизм, если он разобьётся, будет полный коммунизм. А пока он не полный коммунизм, он неразвитый, неспелый, незрелый. Поэтому не может быть речи о том, чтобы его считать развитым социализмом. Но если вы сейчас будете авторов разыскивать, они уже спрятались все. Кто автор концепции развитого социализма? Фамилию. Ну, поскольку это жулики, жулики, они скрываются. Хоть они эти высокопоставленные жулики, помощники разных генеральных фигитарей. Я, например, одного из этих граждан знаю, это Цыпко, который договорился до того, что социалисты и утописты, они были эгоистами. Они думали о счастье всех народов. Или Михаил Андреевич Суслов к этому приложил руку, потому что было сделано каким образом? Дескать, диктатура у Петриата уже не нужна, это убрали на 22-м съезде. И получилась какая-то странная конструкция, вроде тот же базис, а настройка другая. Как-то надо это привести в соответствие. То есть, либо надо исправить эту глупость, которую они дали на 22-м съезде, либо дальше пойти и базис тоже изобразить по-другому. Я скажу, вот у нас есть экономика развитого социализма, ей соответствует общенародное государство. Хотя общенародное государство в природе не бывает. И Энгельс говорил, что это сапоги в смятку, это жареный лед. Потому что пока оно государство, оно классовое. А когда оно народное, оно уже не государство. Ну, будет коммунистическое общественное самоуправление, управление-то будет какое-то, но это вовсе не значит, что это будет машина насилия, орудие силы для проведения каких-то классовых интересов. Значит, вот мы с вами в течение известного уже времени двигаемся по пути изучения истории и философии. Ну, и уже пришла рада некоторые итоги подводить. То есть, в принципе, вот эта часть курса «История и философия», она не представляет собой каких-то сложностей, потому что есть учебники по истории и философии. Например, Ленин очень хвалил лекции по истории и философии Гегеля. Очень хвалил. Почему? Ну, наверное, потому что Гегель создал систему, и когда он рассказывает про какую-нибудь философскую систему прошлого, он рассказывает, какие зерна будущего там уже содержались. Потому что сама Гегелевская система, она состоит не из такого материала, который выдуман Гегелем, а она представляет собой венец предшествующего развития философии. За все годы ее существования, за все двухтысячелетний период. Поэтому с этой точки зрения посмотреть на историю и философии интересно и полезно. Не ради самой истории, а ради того, чтобы понять современное состояние философии. А если попытаться на этот весь процесс посмотреть с общих таких позиций, то получается, что за все время существования человечества создано всего три всеобъемлющих философских системы. Три. И это упрощает нам жизнь, как студентам. Во-первых, студентам, во-вторых, преподавателям. Раз их всего три. Значит, первая система, это такая всеобъемлющая система Аристотеля. Аристотеля всяко полезно изучать по двум причинам. Во-первых, он человек гениальный. И аристотелевская логика создана раз навсегда. Формальная логика не исчезла после того, как была создана диалектическая логика. Система диалектической логики по-прежнему все рассуждения, которые вы ведете, даже если вы берете противоположные какие-то предложения, противоположные положения, вы для того, чтобы прийти к противоречию, формально-логически рассуждаете с разных позиций, пока не придете к противоречию. Только в аристотелевской логике, если вы пришли к противоречию, значит, неверно все, что вы предполагали. А если вы не пришли к противоречию в диалектике, значит, неверно. Потому что все противоречиво. И вы не найдете ничего, на чем настаивает Гегель. Вы ничего не найдете ни в природе, ни в духе, ни в обществе, чтобы не было противоречивым. Кто хочет, поищите. Если кто найдет, считайте, что вы получили уже экзамен. Отлично. Но это надо доказать, что не противоречиво. Увы, никто за всю историю человечества, когда так был поставлен вопрос, не мог этого найти. Потому что все противоречиво. Точно так же, как каждый человек имеет положительные качества и недостатки. Хороший человек имеет недостатки, а подлец обязательно имеет положительные качества. Есть такие подлецы, которые, они бы вообще не могли ничего сделать в обществе, если бы у них не было каких-то положительных качеств, которые помогают втираться в доверие. Правильно? В уголовном кодексе есть статья о мошенничестве. Что такое мошенничество? Злоупотребление доверием. Вот вы доверили им, а они, значит, вас ограбили. А раз вы доверили им, так вы и виноваты, как получается вроде как. Вам говорят, ну а что вы, вы же вас же не били. Не били. Вы доверились. Люди не читаются эти всяким мелким шрифтом написанные приписочки, которые делаются к документам, когда люди берут кредиты. Потом из них начинают тянуть и тянуть и тянуть деньги. Говорят, так вы же подписали. Они говорят, ну там серьезные же люди сидят в банке, они все подписали. Сколько я видел таких людей? С лихостью подписывают, а потом начинают думать. Или говорят, мне дали золотую карту. Ух ты, говорю, из чистого золота. Не, не из чистого, но называется золотая. Ну и что там такого золотое? А я вот могу сейчас пойти, мне дают сразу 60 тысяч на счет. Вот карту мне дают и уже 60 тысяч. То есть я правильно говорю, понимаешь, что ты вот сразу, раз тебе карту дали, и ты уже в долгу. Ты был человеком, у которого не было долгов. И теперь у вас уже надо думать, как отдавать эти 60 тысяч. Ну вы быстренько это размотаете, 60 тысяч, это не проблема. В наше время истратить 60 тысяч. Ну а дальше же процент идет. Так кто кому помог? То есть вам дали 60, а вы отдали 70, или 75. Если это 10 процентов, то 66, а если это 15 процентов, значит еще 69 вы должны отдать. А если вы возьмете проценты по кредитам, которые вот в этих интересных организациях до зарплаты, там как, стоит вопрос. Вы до зарплаты берете и потом отдаете. А что вы отдаете? Ну я для того, чтобы, так сказать, это знать. Точно я знаю из средств массовой информации, что кредит был под 2000 процентов годовых. Что наша почта отказалась вообще устраивать эти самые кредиты, потому что это дискредитирует почту. Потому что при таких процентах она не хотела участвовать в этих операциях по обдиранию людей. А сейчас, так сказать, благодаря стараниям нашего дорогого Центробанка во главе с Набиулиной, у нас уже это не 2000 процентов годовых, а только 200. Вот в этих всех до зарплаты. Это вот как раз для тех придуманных организаций, самых обездоленных, в которых не хватает денег для того, чтобы дожить до зарплаты. Им говорят, ну мы вам поможем. А в чем помощь состоит? А в том, что ты берешь 20, отдаешь 30. Вот в чем помощь. То есть тебя будут все время тянуть больше, ты садишься на эту иглу, и дальше хочешь почку отдавай, хочешь все продавай, хочешь эту квартиру у тебя начнут забирать за долги. Тем более, что рядом с этими организациями существуют так называемые коллекторы. Раньше мы знали с вами два вида коллекторов. Коллектор канализационный. Вот, так сказать, у нас есть некоторый уклон в канализационной системе, и они туда, вот ближе туда, к Неве, на остров Белый. Там вот это дело выбирается, на разные фракции разделяется. Это один коллектор. А второй коллектор библиотечный. Книги распределялись по стране. В библиотеке есть коллектор такой, который собирает все эти книги, и в разные библиотеки их направляет. А теперь у нас есть коллекторы, которые что делают? Про вас напишут, что вы плохой человек, прямо на стене около вашей квартиры. Она такая-сякая не отдает долги. Позор. Краской напишут. Могут вам в окно это кидать. Звонить вам будут по ночам. Это вы не отдаете долг и так далее. И, в общем, не давать вам проходу. И что только не делают, и вы уже, наверное, знаете из печати, что бросили уже и зажигательную смесь в бутылки и попали в коляску, где ребенок был, годовал. И он повреждения получил. Это, так сказать, требовали отдать долги. Но как это? Это ведь людей втянули в долговую яму тех, которые никак отдать не могут. Я для проверки этого дела, для интереса, сам зашел, чтобы, так сказать, рассказывать вам не через вторые руки, а из первых рук. Ну, в Петроградске я еду туда к себе, на Светлановской площади. На Петроградске вышел, там как раз вот висит до зарплаты. Я прихожу, говорю, вот мне нужно каждый месяц у нас там зарплату. Не очень вовремя дают. Вот я хочу каждый месяц у вас получать 20 тысяч. Могу я получить? Я говорю, сразу не можем 20 тысяч дать. Первый месяц только 10. Ну, хорошо, говорю, давайте 10. А сколько я тогда должен отдать вам в конце месяца? А в конце месяца 20 я должен отдать. Я говорю, ну, хорошо. А вот когда я отдал вам 20, а второй месяц? А второй уже вы можете брать 20. Я говорю, отдать сколько я должен буду? Ну, и так будете 30 отдавать в конце месяца. Беру 20 в начале месяца, 30 отдаю в конце. И так каждый месяц. И так мы будем вам помогать. Помогать. Я говорю, вы мне будете помогать? То есть каждый месяц я им буду отдавать 10 тысяч. За что? Ни за что. Потому что денежки от них пошли и обратно вернулись. Вот те, про которые говорят, что это долг. А я систематически каждый месяц должен быть дарить 10 тысяч. И это не только не пресекается сегодня, а это, можно сказать, устаканилось. Это уже отрегулировано Центробанком. Потому что не 9 тысячи процентов и не 800, а только 200 процентов бедовых. Красота. Так что, если у вас плохо что-то, идите вот туда, и там это получите. Поскольку речь идет у нас о системах диалектических, то я возвращаюсь к мысли о том, что разбираться вот в этих всех вопросах, сложных вопросах, нельзя не владея формальной хотя бы логикой. Если человек даже не может там прочитать, не может логически вывести, что из этого следует, вот из этого, из этой посылки вывести то, что из нее следует, его будут все время обманывать. Поэтому, чтобы его не обманывали, он должен обязательно хорошо изучить формальную логику. Как ее изучают? Никто сейчас почти, кроме отдельных философов, по Аристотеле не изучает. Но аристотелевская логика полностью вошла в математические рассуждения. Если вы изучаете математику в школе, и если вы знаете там, допустим, рассуждения от противного, доказательства от противного, все доказательства математики и в геометрии, и в алгебре, они все строятся на формальной логике. Без формальной логики не летают самолеты, не плавают корабли, не запускают космонавтов в космос, ничего без него не делается. Поэтому формальная логика, она раз навсегда. Точно так же, как теорема Евклида, ну раз навсегда. Или Пифагора теорема. Вот Пифагор доказал, что пифагоровые штаны во все стороны равны. Что сумма квадратов катетов равна квадрату гипотенузы. Это устарело за 2000 лет или нет? Нет, это не устарело. То есть можно там развивать дальше, можно еще добавлять. Но это вошло раз навсегда уже в человеческую культуру. И забегая вперед, сразу скажу, что называется культура. И культура – это накопленный опыт человечества, материальный и духовный. В духовную культуру это вошло, поэтому это не просто позиция. Позиция, видите ли, Пифагора. Это не позиция Пифагора. Это Пифагор открыл истину. И эта истина, так сказать, в дар перешла человечеству навсегда. И то же самое Аристотель. Он разработал все суждения формальные. Если вы будете читать его произведения, где разбирается формальная логика, то вы там увидите, как строится формальная логика. И он… Сложное очень это произведение. Я думаю, даже сложнее читать, чем науку логики Гегеля. Потому что там разобраны все возможные варианты суждений, умозаплечения и так далее. И построены на стражащей логике. Потом прошло много-много лет. И в 1812 году появилась наука логики Гегеля. Про которую Энгельс писал «Конец классической немецкой философии». В каком смысле «Конец»? В том смысле, что как вот философская система, которая построена на других принципах, на принципах диалектических, когда допускаются противоречия. Только противоречия не случайные, а из одной стороны явления или одной стороны предмета выходит одно положение, из другой стороны или из другого момента выходит второе положение. И надо оба этих положения в голове совместить. А высказать вы одновременно их не можете. Как получить в голову вы не можете сразу оба этих утверждения, так и высказать не можете два этих сразу утверждения. Если вы посмотрите на книгу, то, наверное, вы понимаете, что каждая книга может быть вытянута в одну строчку. Правильно? Вот идет строка, как телеграф раньше был, телеграфный вид. Идет, идет, идет лента. И так все это вот по одну ленту. И задача того, и ваша работа выпускная, тоже будет вот одна строка. Но вы эти строки как бы поделили на куски и так вот разложили по своим страничкам. Но вы должны подумать, что сначала, что потом, и какая будет логика. Что, зачем? И к чему вы возвращаетесь? От чего вы отступаете? Или к чему вы снова приступаете? То есть для того, чтобы у вас вот эта мысль будет тянуться, у вас в каждую голову входить, последовательна. Конечно, ушей у нас два. А мозг воспринимает слово за словом. И тут ничего не поделаешь. Поэтому для того, чтобы выразить диалектическую истину, приходится сначала выражать одно, потом выражать прямо противоположное, а потом брать в единстве и первое, и второе. И другими словами это выражается так. Тезис, антитезис и синтезис. Тут три. Тремя положениями выражается диалектическая истина. Тремя, а не одним. А вот одностороннее высказывание – это правильное высказывание. Вот правильно. Если я скажу, что вы хороший человек, это правильно? Правильно. А раз вы хороший человек, у вас недостатки есть? Есть. Это правильно? Правильно. И если я даже буду на этом и настаивать, и дальше развиваться, ну, эти ваши недостатки-то в чем-то ведь проявляются? Они в хороших поступках проявляются или в антиобщественных? Ну, и не надо на себя наговаривать, что это недостатки. Потому что если это недостатки, тогда они точно в антиобщественных действиях проявляются. Это правильно? Правильно. И все, что я буду копаться в ваших недостатках, все это будет правильно, правильно. Точно так же, как если бы взял ваши достоинства и их раскрывал бы, раскрывал бы, всегда же можно полнее раскрыть. Правда? И тоже будет правильно. Ну, и это правильно, и это правильно. А истина, она никогда не бывает односторонней. Истина отражает предмет в целом, а предмет противоречив. Всякий предмет противоречив и здесь присутствующие не смогут при всем желании привести как пример чего-либо, чтобы не содержало в себе противоречия. А следовательно, истинное отражение предмета, истинное, то есть соответствие понятия субъекту, возможно только тогда, когда и логика тоже такая же, которая не только не исключает противоречия, она предполагает противоречивые высказывания, противоположные высказывания об одном и том же. Непременно. И обо всем обязательно противоположные высказывания. И если вы одно положение сделали, а второе не приняли во внимание, противоположное положение, значит вы не дорабатываете. Чего-то у вас не должно, если вы видите только одну сторону предмета. Вот я хочу привести пример такой. Мне приходилось преподавать политэкономию, и там в программе было написано «Возникновение и становление социализма». Возникновение есть, а прихождение нет. Как бы все только вверх-вверх, а вниз нету. Разве нету в процессе становления социализма и разрушения его? Или там, а если мы, скажем, взяли социализм уже построенный. Вот Хрущев, который, конечно, далеко был от философии, и в этом ничего не понимал и не разбирался. Он провозгласил, что социализм в СССР победил окончательно. Это что такое окончательно? Ну, ничего можно не делать. Правильно, идти, получать зарплату. Ничего уже не надо ни за что бороться, потому что раз окончательно, значит никакими силами не может быть движения вспять. Оно раз и уехало все вспять. Когда оно уезжает вспять? Ну, когда вы считаете, что оно не может туда вернуться. Это вот все равно, что я вот ослепну на один глаз. То есть с этой стороны, если вы подойдете, я тут буду сопротивляться, а с этой стороны вы подойдете, стукните меня по голове, меня уже и нет. Почему? А потому что я считаю, что тут этого нет, у этой стороны нету. То есть тех людей, которые с этой стороны подойдут и что-то применят, просто их нет. А они есть. И так во всем. И все попытки, скажем, наши найти какой-нибудь такой предмет, который бы не был противоречивым, они обречены на неудачу. Что сделал Гегель? Вот Гегель не просто акцентировал внимание на противоречие, акцентировал внимание на противоречие уже... Это делали уже древнегреческие философы, да? Гераклит темный из Эфиса, что говорил? Все течет, все изменяется. Нельзя, с одной стороны нельзя войти в одну и ту же реку, потому что все время там уже и течение другое, и русло уже изменилось. С другой стороны, только в одну и ту же реку, и можно войти два раза, дважды. Почему? Ну, если я выйду в разные реки, вхожу, так это тогда вообще не об этом разговор. То есть только противоположными утверждениями можно изобразить движение. Действительное движение изображается двумя прямо противоположными утверждениями. Например, становление или движение студентов к тому, чтобы они стали бакалаврами, а здесь таковы и присутствуют, правильно? Действительное движение состоит в том, чтобы изменяться постоянно, в какую сторону, в сторону, приближение к решению этой задачи, да? А с другой стороны, оставаться самими собой. Потому что если вы не остаетесь сами собой, а куда-то пропадают эти люди, которые начали заниматься у нас в университете, и пропали, их уже нет. Раз вы, если вы не равны самой себе, значит вас уже нет. А раз нет, то вы уже другие, отдайте всем свои документики, мне, я их передам в деканат. А вы идите себе, ищите другие документы, раз вы другие люди. Как говорят, я послушал или позанимался и стал совсем другим человеком. Ну, знаешь, совсем другой человек, иди, другие документы и получай, а тех уже нет. Хотя на самом деле вы равны самому себе или самой себе, и не равны самому себе или самой себе, одновременно. Вот, что означает вот это движение. И вот, если мы с этой стороны посмотрим на историю философии, то получается, что есть гениальные догадки, как у Гераклита, а есть люди, которые создали систему. И философских систем очень мало. Как вообще научных систем очень мало. Вот в физике, какие мы знаем научные системы. Научная система имеет начало, движение, развертывание этого начала и результат. Потому что результат есть развернутое начало в системе. А начало – это не развитый результат. Вот так построена система Ньютона, так построена система Эйнштейна, так построена периодическая система элементов Менделеева. То есть они представляют собой целостность, которая развернута, так сказать, от основной идеи. Берет атомные веса у Менделеева и начинает строить вот так всю систему элементов, исходя из того, как изменяются атомные веса. Сколько систем в физике? Две научных. А физиков сколько? Тьма. И ученых работ физики? Тьма. Сколько в химии систем? Одна. А сколько химических работ? Тьма. Очень много. То есть можно делать это, продвигать там, в каком-то или ином отношении, а система знания одна. В медицине Гегель пишет, не удалось пока в медицине создать систему знаний. Почему? Очень сложная наука. Очень сложный предмет медицины. Более того, Гегелю еще и в голову не приходило, что откроют генетику, так сказать, геном, и надо будет соединить знания медицинские, прежние, со знаниями генетики. Потому что от того, какая генетика, очень многое зависит, здоровье, здоровье человека. Создала медицина, как наука, такую систему знаний, чтобы можно было взять ее и рассмотреть, как начало. Сначала, как неразит результат, и дойти до развернутого, начало до результата. Пока нет. Почему нет? Очень сложная. Очень сложная наука. А если просто мы имеем какие-то знания, разрозненные, вот если я много-много знаю, кто я? Вот много знаю я. Это, 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 кто я такой? Какие есть варианты? Как бы вы назвали? Если я много знаю, то кто я? Можно сказать, что я знахарь. Ну, раз я знаю, значит, я знахарь. Вот знахаря, они же не обманывают, они вот знают, вот эту травку попьете, и у вас голова не будет болеть. А если желудком что-то, вот эту травку выпьете. А если у вас сердечко пошарит, вот этот отварчик сделайте. А если у вас волосы ломкие, то вот возьмите вот мыльный корень, то еще и пятое, и десятое будет хорошо. И все это очень так. И у нас везде продаются, в каждой аптеке, там сколько много разных трав, и мы знаем, что люди умеют лечить этими травами. И это действительно знание. Но это знание приведено в систему так, чтобы вот начало было, как не развит результат, а результат как развернутый начало. Нет, конечно. Поэтому это знахарь. Хотя есть такое высказывание, что много знания уму не научает. Потому что много знания, это вот это разрозненное знание, оно не дает целостной такой системы. А если я пойду и прочитаю все, что есть в публичной библиотеке? Или вот лучше, ближе, тут библиотека Академии наук, у меня пропуск туда есть. Вот он. Написано, библиотека Академии наук СССР. Гораздо моложе, лучше я была. И вот я все прочитаю, что есть в библиотеке Академии наук. Что будет у меня в голове? Библиотека Академии наук. Так буду я от этого ученый? Нет. Нет. Почему? Потому что наука – это система знания. А это что тут? Система на какой полке что стоит? И что там написано? И все это я буду правильно знать. И кем я буду? Библиографом. Это хорошая, полезная специальность. Правильно? А вы придете ко мне, а я за столиком сижу в уголке, а вы скажете, вот Михаил Васильевич, ах, мне найдет книгу, вот по этой моей теме, что это вот на той полке. А вы придете, я вам покажу, и вам помогу, и я всем помогу. Вы меня будете все уважать. Я вам очень необходим, нужен. И кто я буду? Библиограф. Это хорошая специальность. Но это же не ученый. Вот меня поразил на Матмехе, когда я учился, профессор Никитин, который меня так встретил. Сидел на первом этаже, у него была коморка такая, вся забитая книгами, снизу доверху. Там просто кроме книг вроде ничего не было. Еще ходил он с портфелем, из которого книги прямо вот вываливались. И вот он, я мимо проходил, этой коморкой говорит, слушай, Миша, ты что так плохо выглядишь? Я говорю, а что? А ты, наверное, много читаешь. Я говорю, а что, это плохо? Конечно. Ты разучишься думать. Меняется акрессионал, надо же, это оказывается плохо. Оказывается, действительно плохо. Вот если вы, у вас есть полтора часа, что нужно делать? Сколько нужно читать? Если у вас есть полтора часа для занятий наукой, сколько надо читать? А? 45 минут. Вот. 45 минут. А в таллине 45 минут. Видели там эти, сидят эти, вот так думают, философы, на камнях, в армитерах. А вот вы, представляете, как вы сидите и думаете. Все думаете, а что вы делаете-то? А думаю я. Да почти сейчас мало кого найдешь, который думает. Правда? Как здорово. А если у вас четыре часа, значит два часа думаю, а если десять часов, ну пять часов думаю. Но когда вы думаете, вы можете еще и писать. Это же, вот думать и писать, это одно и то же. Правильно? Потому что вы думаете, вы же свое излагаете. Или, по крайней мере, вы работаете критически с тем, что вы читаете и откликаетесь на это тем, что вы пишете свою. Почему важно писать конспекты? Потому что, когда вы пишете конспект, вы даете сигнал из головы. Голова ваша, это сигнал своей руки, это написать. То есть, это не из книги пошло, это пошло из вашей головы, то, что вы пишете. Это уж всяко пошло из вашей головы. И уж если вы это делаете, то вы что значит? Вы усваиваете. Вы не присваиваете эти знания, вы усваиваете. Это теперь свое. Но это свое, оно тогда, когда оно соединяется с другим своим знанием, которое у вас есть, и вы строите соответствующую систему. Вот, скажем, у вас курс какой? Четвертый сейчас? Четвертый. Так вам сколько осталось? Один год? Один год. Ну, у всех есть тема выпускной работы. Ну, тема, кто должен придумать? Кто-то вам спустить должен, или вы должны придумать? Ну, согласитесь. Правильно? Это ваше же. Это вы вот в виде темы. Это ваше лицо. Вот оно. Чего вы ждете? А так вы ходите, а это на эту тему, вот вы прочитали, услышали по радио, услышали, увидели по телевидению, кто-то что-то сказал, из лекций, что-то, а вы уже как это все, вы уже знаете, куда вам это все расставит, если вы думаете. Или кто-нибудь запрещает вам тему выбрать. Но вы еще ее не оформите, может быть, потом, когда вы там формализуете, что это тема такая, это научный руководитель такой, ну, думать-то над этим, кто будет? Ну, кто должен думать над вашей темой? Я? Научный руководитель? Могу сказать, почему кандидатские лучше докторских? Как вы думаете? Ну, это такая наша профессиональная шутка. Потому что кандидатские пишут доктора, научные руководители, а докторские пишут кто? Кандидаты. Ну, так какие должны быть лучшие работы? Сами понимаете. Но чтобы у вас был научный руководитель, вы должны быть самостоятельным, исследователем, самостоятельным. Что значит самостоятельным? Вы выбрали тему. А тема – это целая ваша работа, это целая. Она развивается. Развись идет от целого к целому или от части к целому? М? Ну, вот вы улыбаетесь и не отвечаете. Как вы думаете, развитие человека в утробе матери идет от одной клетки к целому человеку, от целого к целому? Или сначала нога, потом появляется рука, потом голова? Не так? Ну, как идет развитие? Развитие идет от целого к целому. Но это целое построить в науке очень сложно. Поэтому, возвращаясь к истории философии, мы немножко вот и так просмотрели, такой обзор сделали, мы должны что сказать? Что вот одна была система, вторая система – это гегелевская система диалектики, другой системы диалектики нету. Не то, что диалектиков нет, много есть людей, которые так или иначе или знают диалектику, или занимаются. Но система диалектическая – другой, которая начиналась бы с неразвитого результата и закончилась бы развернутым началом. Такой больше системы нету. И никогда и не будет. Почему? Потому что есть в науке вещи, которые делаются раз навсегда. Вот за этой гегелевской системой стоит все предшествующее развитие философии. Но то, что когда-то было целой философской системой, составило или сторону, или какую-то категорию в гегелевской философии. Там, например, есть бытие, на котором стоял Парменид и говорил, что есть только бытие, а ничто вовсе нет. Хотя и в этой фразе Парменида, и на это я обратил внимание гегель, если бы он встретил Парменида, он бы ему сказал, ну вы же сами скажете, что а ничто вовсе нет. Вот в этой фразе, что ничто вовсе нет, содержится что? Ничто. То есть для того, чтобы вам выкинуть это ничто, вам приходится его брать. А если вы его берете, значит вы его рассматриваете. Раз вы его рассматриваете, оно бытие. Оно сущее, оно бытие. Есть движение, о котором говорил Гераклит, но только это не отдельное движение, это не про реку, а про все. Вот этот принцип проведен с начала и до конца. Все, все абсолютно противоречиво. Все. И все категории, если вы одну категорию назвали, она, эта категория, значит, двигается. Ну вот, приведем, например, такой пример. Вот у науки лойки Гегеля появилась по сравнению с предшествующей философией категория определенности. До этого у Спинозы был такой философ, Борох Спиноза, который считал, что вот Бог – это, вот материя, она же и Бог. Это такой вид философии называется пантеизмом. То есть, есть идеализм, есть материализм, а вот мы с вами считаем, что это все и то, что и Бог, и материя – это одно. Если есть Бог, то мы за Него, а если нет Его, ну, материя – мы тоже материалисты. То есть, такая очень выигрышная философия. Все, все это и природа, это тоже Бог, общество – тоже Бог, и оно же и материя. Вот у Спинозы было определение, определение. Дефинацию с негацио. То есть, определение есть отрицание. Вот такое утверждение, нестандартное. Его Гегель развил. Развил так, что он разделил понятия, ввел отдельно понятие определенности и отдельно понятие определения. Вот я хочу на этом примере показать, что значит развитие философских систем. То, что было одной какой-то категории, оно в философской системе, оно разворачивается, разворачивается, раскрывается и разделяется на разные даже категории. Например, вот что такое определенность. В науке логики Гегеля в самом начале учения о бытии вы рассматриваете сначала становление, потом за становлением идет наличное бытие, а в нем есть отрицание. Вот это вот отрицание называется небытием. Вот я говорил о ваших недостатках, да? Они в вас или во мне ваши недостатки? В вас. Но это ваше же отрицание или ваше утверждение? Отверждение. А? Утверждение. Какое же это утверждение, когда они вас отрицают? Это ваши же недостатки, недостатки, не, это ваше отрицание, это же недостатки. Ваше утверждение это ваше достоинство. Не надо перепутывать недостатки. Если вы выставляете свои недостатки как свои достоинства, то тогда вы вообще переворачиваетесь. Тогда мы не знаем, с кем мы имеем дело. Не с преступником мы имеем дело, для которого главное вот это, вот то, что люди считают недостатками, для него это главное. А достоинство позволяет втираться в доверие. Сидите вроде такой скромный, положительный, а на самом деле затеяли резню или еще что-то подобное. То есть, недостатки – это отрицание человека. Недостатки. Но вообще всякая определенность – это его отрицание. Вот это Гегель зафиксировал такую простую вещь на элементарном уровне, что всякая определенность – это отрицание. Представьте себе, вот доска, если на ней нет, вот видите, все белое. Если ничего тут черным не закрашено, ничего там нет, кроме этого белого. Нет ничего определенного. И Гегель говорит, в абсолютном свете так же ничего не видно, как в абсолютной тьме. Вот представьте, сейчас вот начнем усиливать свет и до того усилим, что вообще, вы скажете, мы не сможем даже различать друг друга. Знаете, как бывает, человек слепнут люди от Юпитеров, когда на съемках не могут выступать некоторые артисты, потому что они пришли, их так осветили, именно хорошо, им хочется это освещать тем, кто снимает, а те, кто играет, они, понимаешь, слепнут, они не видят, что здесь происходит. Ну, так бывает у вас, когда вдруг неожиданно включили свет, а у вас глаза настроены на другой уровень освещенности, и вы сначала ничего не видите, а потом начинаете видеть. в абсолютном свете так же ничего не видно в абсолютном свете. Вот для того, чтобы что-то различать, надо либо светлое затемнеть, или темное забелить. вот когда вы записываете в своей тетради, что вы делаете, вот хорошая была чистая тетрадка, а вы что делаете-то, вы же портите ее, вы же светлую бумагу зачерняете, и тогда, когда вы ее зачерняете, вы тем самым делаете записи, то есть, вот это определенное, тогда это тетрадь, тетрадь это не белая, тетрадь это белая, а содержание чем дается? Черным, а не белым. Белый это кокафон, хотя цвет тетради, но можно было на черной тетради чем-то белым писать, правильно? Как бывает, на черной доске мелом напишем. То есть, для того, чтобы различить что-нибудь, нужно либо светлое затемнить, либо темное осветлить. Или, пример, другой. вы пришли в буфет и купили чай, сладкий чай. И что такое сладкий чай? Это чай, в котором есть сахар, правильно? Сахар – это чай или не чай? Не чай. Значит, если в чай положить не чай, будет не простой чай, а сладкий. Чтобы сделать определенный чай, нужно туда определенность скинуть, а эта определенность является небытием чая. А если вы хотите еще и чай с лимоном, либо он-то точно не чай. Ну, там дорога открытая, там дальше с бергамотом, потом с лепестками роз и так далее, и пошло до бесконечности. То есть, для того, чтобы получились разные чаи, что нужно делать? Добавлять туда то, что не является чаем. Потому что уже чай с лимоном уже два там элемента, которые чаем не являются. Сахар и лимон. Или не хотите про чай, про любого могу сказать. Про вас вы не возражаете, чтобы вот я на женщин не нападать, а то скажут, что вы к ним вот женщина. Мы-то между собой не будем драться, правильно? Вот вы человек в очках, да? Я всю жизнь тоже проходил в очках, так что я тоже знаю, что это такое. Я перестал ходить в очках, когда началась перестройка. Все сразу аудитории сократились. Такие аудитории, где было полторы тысячи человек, две тысячи человек, мне приходилось считать, а там нужно в очках видеть глаза. Если глаза не видишь, что это за лекция, не получается. А я теперь нет уже. Ну, сейчас вот вы видите там, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Зачем очки? Что вы, их все не видно, что ли, тут? А если бы вы идите на улицу, там видели вас, и думаешь, как бы от него увернуться, и уже я, так сказать, хотя у меня близорукость, но я увернуться от рекламы не могу. Я и так-то даже без очков все равно она лезет мне в глаза. А если я очки надену, это с ума сойдешь? Сколько будет рекламы сразу? Сейчас гораздо меньше на меня влияет эта реклама. Вот вы человек в очках, но очки же это не вы. То есть ваша определенность, что вы человек в очках, предается тем, что не вы. Берем дальше рубашка у вас темная. Но это тоже же не вы. Не будете настаивать рубашку? Вы можете в другой рубашке прийти, в синий, в желтый, в зеленый, но это не вы. Вы-то не рубашка. Неужели вы себя доведете до того, что вы рубашка? Рубашка – это отрицание ваше, это не бытие. Но это ваша же рубашка, не бытие, принятое в бытие, так что конкретное целое имеет форму. Бытие. Это я сейчас вам дал определение определенности, которое есть в Гегере. Не бытие, принятое в бытие, так что конкретное целое имеет форму бытия. Девушка со светлыми волосами. Это что такое? Волосы можно и состричь, в конце концов. Правильно? Это же не то же самое. Все равно вы не скажете, что вы – это ваши волосы. Волосы – это, конечно, неотъемлемая часть моя, но это не волосы. Я человек. Правильно? Вон, на блондинок нападают, а прицепляются к волосам, а нападают на женщин. Это неправильно. Потому что… Ну, всякая определенность – это его отрицание. Кажется, что это утверждение, но это его отрицание. Вот девушка с ноутбуком. Это как вот, помните, девушка с персиками, а это девушка с ноутбуком. Это отличается от девушек, которые с телефоном или просто с тетрадками. Но ноутбук – это не вы, при всем уважении к вам, но ноутбук – это же не вы. И вы не ноутбук. Это ваше небытие. То есть, ваше небытие у вас в руках. У вас в руках то, что не вы. Вот, то есть, всякая определенность – есть отрицание. И если в свое время Спиноза говорил, что определение – есть отрицание, вот Гегель этого не допустил, чтобы это было определение. Это слишком уже, чтобы вашим определением было ваше отрицание. А определенность – да. А что определением у Гегеля? Вот я могу на этом остановиться, чтобы вы видели, что произошло вот в истории философии. Что произошло не с точки зрения, сейчас вот я мог бы продолжить, просто рассказывать, кто что сказал. Ну, это вы сами можете без меня продолжить. Почитайте, кто что сказал, потом другой, потом пришел, третий сказал, четвертый сказал. То есть, как бы тут нету какой-то глубины и науки, а просто констатация факта. Было, 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 это, это, это. А вот как получилось вместо определенности другая категория определения. Определение, говорит Гегель, это качество, которое есть в себе, в простом нечто. То есть, в себе, по Гегелю, это то, что такое качество, которое у вас сегодня есть, а завтра нет. Это такое качество, которое и завтра есть, и послезавтра есть, и всегда есть. Это качество устойчивое, которое в вас содержится. Правильно? Вот это определение. А выражается это словом В себе качество Это определение Это качество, которое есть в себе В простом нечто А что значит в себе? Вы сейчас в себе или не в себе? В себе То есть вы равны с вам в себе А если вы начнете на меня кричать Я скажу, что вы уже не в себе И вы сами признаете, что вы не в себе Или кидаться в меня Чем-нибудь тяжелым А потом вы скажете, я был в состоянии аффекта И меня нельзя наказывать Потому что по законодательству нельзя наказывать Если человек убил другого в состоянии аффекта Мы слушали, слушали этого И нам так не понравилось, что взяли и кинули А он взял и умер А мы не виноваты То есть В себе вы те это равенство с собой Или вы пришли к начальству А там сидит секретарша А секретарша чем должна заниматься? Не пускать к начальнику Задерживать И вот Желательно отсекать И вот она говорит Сейчас я вот приду в себя И буду с вами разговаривать А где она была? Как она придет в себя? А где она была? Находи вот То есть она где-то была не в себе А если я начну вас сейчас кричать Это у нас не принято в УЗИ Это будет означать, что я вышел из себя А вы скажете Вернитесь в себя Не выходите из себя То есть в себе это означает равенство с собой Равенство с собой Больше ничего Вот смысл такой философский Глубокий Который закрепился вот такими выражениями В себе А вам если не по себе Это что такое стало? Вы слушали меня А вам стало не по себе То есть вы не равны саму себе Возьмите сейчас Упадете от этих слов Что-то мне надо переделать Свою лекцию Так вот Продолжаю Определение Это качество Надо взять какое-то одно качество Которое сохраняется в изменениях В себе бытие Только чтобы не менялось Хорошая обстановка Плохая обстановка Хорошая погода Плохая погода Исторические обстоятельства меняются А вы как были порядочным человеком Так и остаетесь Это значит То, что вы порядочная Это ваше определение Согласны? А если сегодня Когда все хорошо Вы так улыбаетесь мирно А если что плохо То вы начнете на нас нападать Кидаться чем-то тяжелым И говорить какие-то нехорошие слова Это значит Это вот ваше положительное Было не ваше определение А просто оно было Так сказать Качество Которое определением не является Продолжаю Как звучит это определение Качество, которое есть в себе И сущность Находится в единстве С другим моментом Это нечто С в нем бытием Что называется в нем бытием В нем Слово в нем Всегда употребляется Когда речь идет о чем-то внутреннем Качество Это не внешнее у вас Качество А такое Не то, что вы просто Человек высокого роста А вот Это не определение А вот человек высокого ума Это уже определение Правильно? Есть разница? Ну что есть? Большого бывает роста Почему говорят Велик Большой Большой человек Это обязательно Высокого роста? Нет Большой человек Это человек Который как человек большой То есть Когда мы говорим В себе Мы подчеркиваем Что это внутреннее качество Но если мы говорим В себе Оно сохраняется Внутри Качество Которое есть в себе Оно Если только оно внутри Если вы человек Порядочный Но ни одно Порядочного поступка Не совершили Это вы порядочный Или нет? Вопрос Еще неизвестно Говорит Подождите сейчас Еще и не вечер Там еще посмотрим Как будет разворачиваться событие То есть Надо, чтобы Это вот качество Проявлялось вовне Как это Выражается философски Оно в сущности Находится в единстве С другим моментом Этого нечто В нем бытием Когда я говорю В нем Значит я имею ввиду Что есть не в нем А вовне Вот если качество Это внутреннее У вас Порядочность То оно Оно проявляется И вовне Причем оно проявляется В борьбе с другими С попытками Вас с этой позиции Столкнуть И это обстоятельство Бывает объективное Бывает субъективное Нажим какой Бывают люди слабые Они не могут выдержать И смотря Они даже меняются Потому что через Характер Которое Внешнее проявление Вашего определения Можно поменять И определение Вот два Качества есть Которые характеризуют Взаимоотношения Определение И характер Характер Это проявление Определения Вовне К сожалению В издании 1937-39 годов Гегеля Наук и логики К сожалению Только в этом издании И вот в том издании Которое в прошлом году Выздано под моей редакцией Такой перевод Определение И характер Во всех других изданиях Вот после 1939 года Науки и логики Везде говорится Определение И свойства Свойства В учении о сущности Отдельно есть раздел И получается два раза То есть люди Правильно может переводили Но не философы И понимают Что нельзя Сказать То есть если есть Учение о сущности Свойства Тут о свойствах И речи нет То есть внешние Какие-то проявления Здесь о внешнем Еще не говорится То есть определение И характер Другая парная категория К определению характера Бывает человек хороший А характер плохой А человек все равно хороший Правильно? Причем очень сильно бывает Отличается характер От Вот я знал Такая была Профессора Скоржинского Валентина Даниловна Написала такую книгу Обыкновенный ревизионизм Чехловацком ревизионизме И вот мы ее пригласили Выступать в Петровском зале Она так выступила Хорошо И такую литературу Привезла А потом Значит Организовывал Ее приезд Виктор Георгиевич Долгов Потом он у нас был Первым проектором Соавтором Мой по ряду книг И как она его полоскала Что вы куда меня пригласили Что это у вас за гостиница такая Как же мне от нее добираться И так далее Я так к этому относился Спокойно Пусть она хорошую книгу написала Пусть говорит Что угодно Все равно хороший человек А Виктор Георгиевич Очень по этому поводу Обижался Потому что он все старался Сделал Все сделать Как лучше И это же сложно сделать Не так просто Поселили Бесплатно Естественно Ее и так далее Нет Вот вы нам Не обеспечили И так далее Это характер Ну человек То есть она Сделала Выдающее Сидела в науке Она ученая Как ученая Она большой человек Ну вот Какие-то при этом Внешние качества У нее отрицательные Определение Это качество Которое есть в себе То есть внутри Вот оно Но такое Внутреннее Которое вовне проявляется И подчиняет себе другое Оно активное А не то что пассивное Если вдруг Как бы придут другие Что-нибудь скажут Мы тогда от этого Откажемся И выбросим Это то что у нас Эту свою порядочность И сделаем Как нам скажут То есть Определение Настаивание На определение Очень ценно Но раз они В единстве находятся Определение характера Можно через характер Изменить И определение Вот диалексика Этого дела То есть На этом примере С категории Определение Которое У Спиноза было Просто определение А у Гегеля У Гегеля уже Определенность Которая просто Небытие Принятое В бытие Так что Конкретная целая Метформа бытия И определение Еще есть И вот Тогда мы можем Тогда это дало Возможность Тому же Энгельсу Сформулировать А что такое Определение Человек А до этого У Гегеля Говорилось Что человек Определенностью Человека Является Определенностью Человека Является Наличие Мочки на ушах Нету Определенностью От слова Предел Предел положить Вот за этими пределами Уже если Это нет Мочки на ушах Это не человек Есть мочка на ушах Человек Сразу Этих туда Этих туда Разделил Определил Употребление Бывает в праве Кто в судебных Процессах Участвовал Есть Руку Поднимите Руку Слава Богу Молодцы В судебном Процессе Окончательное Итоговое Решение Называется Решением Суда А по ходу Дела Принимаемое Решение Называется Определением То есть Суд положил Предел Вот вы спорили Спорили Вот все Определил Суд Определил Все Предел Больше Уже Не надо Разговаривать Пойдем дальше Поэтому Определение Это тоже Определенность Это тоже Определение Некоторых Пределов Пределы Определения Но это разве Внутреннее существо Человека Что ли Что у него есть Мочка на ушах А если я в аварию Попал А если я был в Чечне Мне отрезали уши Что я не человек Что ли Что я с такой Неможевый Человек Остается Все равно То есть Это не Весь Его определение Это Весь Лишь Определенность То есть Внешняя сторона А определение Человека В Гегеле Мыслящий разум И Энгельс Это доработал У Энгельса Говорится Что это Животные Общественные Ну во-первых Вы согласны Что вы животные Нет Никто не настаивает Растений нет Тут У нас выбор Очень ограниченный Или животные Или растения В известном В известном Смысле Растения Выше Почему Они могут Синтезировать Из воздуха Минеральных Веществ И с помощью Света Могут создавать Белки А вот мы С вами При всем Своем Обучении И при том Что мы Учимся И работаем В Санкт-Петербургском Государственном Мы не столько Белка Не можем С вами Синтезировать А скушать Рыбку Мы можем А у нее И глазки И хвостик И бока И курочка Тоже вся мясная Это мы можем Нам близки Грибы Грибы Тоже Ничего Не синтезируют Никаких белков Это Бесклорофиловые Растения Но они нам близки Почему Потому что Они сами Ничего не создают Никакие белки Они потребляют Остатки Растительные Поэтому Получается Подберезовики Подосиновики А белые Которые все едят Им не важно Где расти Они где хочешь Под елкой Могут расти Белые И у них И шляпа есть И ножка есть Ножка одна И голова одна А головы нет Только шляпка Но вот это Нас отличает От грибов А так мы вообще Вот это вот То что стоит Где-то между грибами Между растениями И животными Так что мы А белок По качеству Своему Близок Мясо Ковянине Так вот Как определил Энгельс Что человек Определение человека Человек Это животное Общественное Трудящееся А в труде Это надо обмениваться Знаками Говорящее И разумное Человек Это животное Общественное Трудящееся Говорящее И разумное Вот это Определение Человека И вырвать отсюда Ничего нельзя Если он не Не общественное Животное А так бывает Детеныш Человеческий Попадал В стаю Волков Если он там Пять лет Пробудет Человеком Он уже Не станет Никогда То есть Это животное Общественное Во-вторых Трудящееся Труд Создал Человек А чем Труд Отличается От деятельности Пчелы Она же Смотрите Какое Она Соты Вкладывает Она отдельно Пыльцу Собирает Там есть Определенное Разделение Труда Одни Это рабочие Пчелы Несут И пыльцу И И Нектар Другие Выполняют Функцию Репродуктивную Там Труд Потом Раз И выталкивают Одна Королева Там Самка Одна Во всем Этому Улье По всех Командует Все вокруг Нее Крутятся И все Ей все Несут Там Своеобразный Феодализм И все Это Но Под Поверхельное Труда Деятельность Пчел Никак Не Подпадает Потому что Труд Это Целесообразная Деятельность По Производству Материал По Присвоению Материальных Благ Но Или по Созданию Материальных Благ Пчелы Созидают Но они Созидают Инстинктивно А целей Никакой Они Не ставят Нет У них Целей Инстинкт Есть Это Не Целесообразная Деятельность Поэтому это не труд. И муравьи, вот они так все строят, строят. Хорошие же муравейники строят, большие. Вы поднесите руку на расстояние 5 сантиметров, они в него будут стрелять мураиной кислотой. А вам останется только вытирать, где у нас побаливает что-нибудь. То есть у них там есть еще муравьи, которые летают, муравьи, которые защищают, которые строят и так далее. И тащат муравьи бревна, больше их раза в три или в четыре, чем сами муравьи. Правильно, Таня? Несут их. Это труд? Нет. Нет целесообразности здесь, никакой труд инстинкты. А человек занимается целесообразной деятельностью, трудом. Труд. Трудящийся, говорящий. Вот говорящим у нас еще является и кто? Попугаи, вороны или вороны еще лучше могут повторять, да? Но они могут повторять. Никакого смысла в этом нет. Они именно повторяют как магнитофон. То есть научить попугаи какие-то вещи, хотя бы вот на тему философскую, нет проблем. Но мы различаем понимание, то есть они не могут выразить в понятиях, у них понятия нет. А повторить они могут. А у собак, например, гортань не такая, что они могут повторить, они могут только лаять. Так не устроена гортань, чтобы они могли бы повторить. То есть человек животное, общественное, трудящийся, говорящий и разумное. А разумное это что значит? Что значит разумное? Почему мы говорим о разуме? Разум более высокий, чем просто ум, да? А разум означает, что человек постигает, во-первых, не только окружающий мир, но и себя в этом мире. Хотя вот школьникам почему-то дают даже курс такой есть, сейчас называется, окружающий мир. То есть берут и исключают из этого мира того, кто постигает этого школьника. Но почему это окружающий мир? Почему нельзя просто сказать мир? А мир только окружающий. А он окружен, этот школьник, и выйти из этого окружения уже не может никак, несчастный. А разумное меряется тем, что человек может удержать в своей голове противоположные утверждения в единстве. Вот это и есть разумность. Потому что есть правильность, это односторонняя истина. Есть другая правильность, противоположная, тоже односторонняя истина. Есть разум, который удерживает и отражает то противоречие, которое в жизни есть. Если человек не может выразить противоречия, он ещё неразумен. Он отдельные стороны может называть и правильно. Это как говорят, притча такая есть про слепых. Слепые ощупывали слона. Те, кто ощупывали его сбоку, сказали, он похож на стену. Те, которые ощупывали со стороны хобота, сказали, он похож на змею. Те, которые ощупывали ноги, сказали, он похож на колонны. Потому что это какое-то частичное знание. А разумное знание – это знание о целом. О целом всегда противоречиво. В нём есть противоположности. Если человек не имеет знания, которые бы содержало в себе противоположности, то есть он отражает мир неадекватно. То есть он полезно отражает мир, но неадекватно, не полностью, не вполне. Поэтому это не называется разумом. Человек умный, но неразумный. Очень интересно у Гегеля соотносится понятие глупость, хитрость и ум. Все согласны, что вот хитрость выше, чем глупость, правильно? А ум выше, чем хитрость. Вот мы давайте так расположим, да, сверху. Ум, хитрость, глупость. Посмотрим на эту хитрость. Она может считать низшей степенью ума, но поскольку она выше хитрости, то она высшая степень глупости. Поэтому иногда говорят, вот хитрые люди. Хитрые люди имеют вот этот негативный оттенок, что это высшая степень глупости. Всех обманул, и сам себя. Например, Горбачев был генеральный секретарь, президент Советского Союза, да? Остал никто. И страну разрушил, и сам вообще никто. Никто его не уважает, кроме немцев, потому что он лучший немец. Почему он лучший немец? Потому что он наши все богатства, которые там были в Германии, все отдал без возмещения. А наши солдаты переехали из Германии, из группы войск Германии, в чистое поле, и жить негде было им. Вместо того, чтобы заставить все там отстроиться сначала. Так что хитрость – это еще не ум. А человек хитрый, однозначно. А сколько народу обманул? А вот, допустим, Ельцин, тот бесхитростный, подогнал танки, и прямо из танков по высшему законодательному органу страны стал бить. Это что такое? Это называется террористическая диктатура, то есть фашизм. У нас полмесяца был фашизм в России. Потом ему сказали, его хозяева американские, что не надо это делать, нехорошо, неприлично. Все вы сделали то, что надо, разогнали этот самый, давайте Конституцию быстренько принимайте, и все. И снова открывайте все газеты. И газеты снова все открыли, и опять пишите, что хотите. Теперь уже, когда уже совсем другой, строй, другой мир. Так вот, я обращаю ваше внимание, что при строительстве системы, которую делал Гегель, прошла эта работа, как бы пересмотра всех-всех категорий и соединения их в единую систему, чтобы начало было неразвитым результатом, а результат был развернутым началом. И это вторая великая система. Хотя, хотя, она уже не является, эта система, никоим образом не является материалистической. Это система диалектическая. Значит ли это, что она не является великой системой? Вот Ленин, который писал конспект науки и логики Гегеля, написал, что умный идеалист лучше глупого материалиста. То есть, настолько, так сказать, вот такую большую ценность является разработка этих категорий, тем более у Гегеля так построена наука логики сама. Не вся философская система. Если взять всю философскую систему, она выглядит так, что есть абсолютная идея, она доразвилась до. До чего? До материи. Материя развилась до высшей формы материи, до человека. То есть, до материи, которая обладает сознанием. С чем я вас и поздравляю, вы высшая форма, и вы высшая форма. Все здесь присутствуют. Это приятно нам осознавать, что мы высшая форма развития материи. И мы не только отражаем материю, мы ее и преобразовываем. И у нас два понятия истины. Одно понятие истины, как отражение в понятиях того, что есть, это пербаховский созерцательный материализм. И другое понятие истины, преобразующая роль человека, когда человек сначала берет идеи, и в соответствии с этой идеей, которая базируется на изучении мира, и на изучении тех тенденций, которые есть в мире, в том числе прогрессивных, строит эту идею, а идея отвечает на вопрос, что делать. И приводит уже мир в соответствии с этой идеей. Не сознание приводит к объекту, а объект уже приводит в соответствии с идеей. Вот в чем сила гегелевской, вот этой системы, что в ней есть и то, и другое. И вот эта преобразующая роль, хотя в идеалистической форме, она присутствует. А в самой науке логики это выглядит даже вполне материалистически. Там есть два тома по гегелю. Это объективная логика, куда входит книга первая, учение об исти и учение о сущности, и субъективная логика, учение о понятии. Ну вот так, как у материалистов. Объективный мир и его категории, изучение этого объективного мира, и субъективный мир, учение о понятии. Во всех работах, в изданиях наук и логики, и которые были, вот после издания, собрания сочинений наук и логики, где правильно было это издано, это деление на объективную логику и субъективную логику не сохранено. Даже вот в издании Ренградского отделения издательства наука нам в самом начале объявлено, объективная логика субъективной логики, открываешь, там нету это деление на части, нету. Что и мешает его понимать или истолковывать. Вот гегельскую диалектику как диалектику вполне допускающей материалистическое истолкование. По своему замыслу, по характеру, это часть идеалистической конструкции, а по характеру использования в философии она может быть использована и понимаема вполне как материалистически. Поэтому это объясняет, почему Маркс Энгельс, которые были младо-гегельянцами, то есть идеалистами, смогли превратиться в материалистов. И когда они говорят, что, дескать, вот мы перевернули Гегеля и поставили его с головы на ноги. Лучше понимать так, что они стояли на голове, Маркс Энгельс, поскольку были идеалистами, а потом перевернулись и стали материалистами. Но, если бы они просто перевернулись и стали материалистами, они бы остановились на Фейербахе. А Фейербах только одну сторону взял в гегельской философии отражение мира, а преобразующую эту роль философии он не взял. А вот Маркс и Энгельс, они вот именно на этой роли сознания, что сознание преобразовывает мир, приводит его в соответствие с идеей, он на этом остановился. И сделал из этого главное. Они сделали из этого главное. И поэтому это называется материалистическая диалектика или диалектический материализм. То есть диалектика у Маркса и Энгельса диалектическая, а материализм, в отличие от Фейербаха, диалектический. Но если бы они это сделали, то есть оказалось бы как бы перевертывание и изменение основы. Но это не было бы изменением вообще, так сказать, всей системы, не было бы всей объявляющей системой. Но Марксу и Энгельсу удалось еще один вопрос решить. Тот вопрос, который решался философы до них, это был вопрос о том, что первично и что вторично, идея или материя. Материалисты говорили, что первично материя, осознание вторично. Или бытие первично, осознание вторично. А идеалисты говорили, что идея первична, а материя вторична. Но Маркс и Энгельс сказали, что недостаточно и этой постановки вопроса, что применительно к обществу человеческому. И это неверно. Ваше бытие не определяется тем, вашим бытием не определяется ваше сознание. То есть сознание отдельного человека не определяется его бытием. Хотя вот у нас в метро такая реклама висит. Девушка такая симпатичная, со стаканами и с прочим, и говорит, я то, что я пью. Ну вот если бы это какой-то пьянчуга стоял там, и написано было бы, я то, что я пью, ну это, наверное, может быть и стоит. Барматуху пьет, и, так сказать, сам он такой и барматушный становится. А на самом деле, как у Маркса это решается и у Энгельса? В тезисах о Вербахе Маркс пишет, что человек есть продукт обстоятельств и воспитания. То есть каждый отдельный индивид, он имеет свой индивидуальный путь. И какую он позицию займет, в том числе какого класса позицию он займет, это зависит от обстоятельств и воспитания. Кого он встретил на жизненном пути, что он читал, что изучал, что смотрел, с кем спорил и так далее. Поэтому мы с вами наблюдаем в истории такие явления, что вот лучшие представители класса феодалов, декабристы, выступили против крепостного права. Правда им говорили, вы вот освободите своих крестьян. Он говорит, нет, давайте все вместе мы освободим. Все давайте, всех освободим. Ну что, мы своих освободим? Это ничего не поменяет в нашей жизни. Давайте всех освободим. И их от опасности частью повесили, частью казнили, других отправили в Сибирь. Жены поехали в Сибирь за ними. А прошло, сколько, 36 лет, и царь отменил крепостное право. Сказать, а что-то против царя никто не выступал. Дворяне иногда вот царей же убивали, сражались с ними. А что тут такое? Как ни в чем не бывало. А в чем дело? А просто дело в том, что вот эти люди в своем сознании опередили время. То есть их сознание было уже вполне буржуазное. Они выступали против крепостничества и против монархии. А по положению они были? По бытию. Помещики. Чадалы. Поэтому, когда человек, люди повторяют, вот я многократно это слышу, и вы это, наверное, услышите или слышали. И надо с этим бороться, вот скажем вам, как журналистам, потому что это нелепость такая и грубая философская ошибка, что вот бытие определяет сознание. Ну, скажите, пожалуйста, вот в Великую Отечественную войну с кем мы сражались? Кто сюда пришли из Германии? Что, Круп пришел, так сказать, представитель буржуазного класса и стрелял из пушек? А разработчик этого самого самолета, мистер Шмидт, летал у нас и участвовал в воздушных боях. Кто пришел сюда? Сюда пришли рабочие, немецкие. Но эти рабочие что в голове имели? Они имели в голове фашистскую идеологию. А откуда у них в голове фашистская идеология? Вот это вот без учения Маркса Энгриста это не объяснить. А это учение состоит в том, что надо еще одно положение включить и на нем построить уже цельную теорию не только той части материи, которая не обладает сознанием, но и такую теорию, которая включала бы вся и все общество. Это теория о том, что общественное бытие определяет общественное сознание. То есть отдельного человека, вы не можете так объяснять его деятельность только его бытием. Это можно, что он какие книги читал, с кем разговаривал, с кем спорил. А вот что касается в целом общественного бытия, оно определяет общественное сознание. То есть сознание общества, а человек – это общественный человек, сознание общества определяется общественным бытием. А общественное бытие – это что такое? Общественное бытие – это общественное производство. Общественное бытие определяет общественное сознание. Ну вот применительно к условиям современной России. Какое у нас общественное бытие? Какое у нас общественное экономически строение на сегодняшний день? Коммунизм? Феодолизм? Корбовладение? Выбор очень маленький. Какой строй? Тут не отделаешься словами «свободное общество». Есть точные названия. Сейчас у нас средства производства у кого находятся? У отдельных лиц, в частной собственности. Вот строй основанный на том, что у одних средства производства, а другие продают свою рабочую силу. Одни собственники средств производства – капиталисты, а другие продали свою рабочую силу и работают на этих капиталистов, которые забирают у них прибавочную стоимость. Причем, по имеющимся расчетам, за время работы, за время труда рабочей в России, за один час создает продукт достаточный для того, чтобы быть эквивалентным своей заработной плате. А вот 7 часов труда он работает на капиталистов. Поэтому у нас такая очень резко выраженная картина, что вот за последние три года сокращение реальных доходов у граждан таково, что доход гражданина стал 90 с половиной процентов от уровня 2013 года, а заработная плата работников 92 с половиной процента от уровня 2013 года по тем расчетам, которые представил Академия государственной службы и народного хозяйства при президенте РФ. А вот что касается долларовых миллиардеров, то в 2016 году число их выросло на 10 процентов, а число долларовых миллиардеров выросло на 11 процентов. А если вы возьмете людей, которые имеют более чем 500 миллионов долларов у нас, то вот число таких людей за семнадцатый год выросло на 22 процента. Поэтому если вам будут рассказывать, что у нас плохая экономика, не верите этим людям, она для некоторых очень хорошая. Очень хорошая. Вам не нравится экономика? Вы просто не успешные. Ну, признайте. А вот есть успешные люди, они успели. Ну, отсюда такие выводы делают, которые, например, актуальны для нынешней выборной кампании. Если это у нас буржуазное общество, значит, какая идеология в буржуазном обществе? Если общественное производство буржуазное, значит, идеология какая? В массе. Господствует какая идеология? Буржуазная. А буржуазная идеология господствует. Какие кандидаты победят? Буржуазные. Почему? Потому что люди, если будут правильно организованы выборы и не будет никаких нарушений, и все будет по-честному, вот по-честному в буржуазном обществе всегда побеждают буржуазии на выборах. Без исключений. Нет таких исключений ни в истории, ни в теории. Никогда. Поэтому, когда начинают люди срочно, а что это будет? А кто это будет? Я, например, даже специальный ролик написал, кто победит на выборах президента. Если зайти на Красное ТВ, и там есть кто победит на выборах президента. Вот его посмотрело уже 260 тысяч человек. Но все хотят узнать, кто победит. Я там объясняю, кто победит и примерно кто получит голосов. Это совершенно ясно по итогам того, как складывались политические силы в России в последнее время. Поэтому это же не происходит ни от выборной агитации, ни от того, какие сегодня ролики появятся, или кто сегодня выступит и что сегодня скажет. Это складывается так же исторически в связи с тем, какие преобразования или какая политическая борьба ведется, и как она организована. То есть в каких формах проявляет себя вот эта вот определяющая роль базиса по отношению к надстройке. Сколько у нас партий, кстати, кто знает? Как вы думаете, сколько у нас политических партий зарегистрировано и было допущено к выборам в Госдуму? Как вы думаете, товарищ журналист, это вы должны знать? Можно я скажу, 74 партии наши ролевые? 74. Теперь, скажем, ведущих партий буржуазных сколько? Три. Единая Россия, Справедливая Россия, ЛДПР. Трехглавый дракон. Вот в Америке там двухглавый. Вам не нравится больше за демократов голосовать? Голосуйте за республиканцев. Надоело за республиканцев? Голосуйте за демократов. Какой-то узкий выбор. А у нас шире демократия, у нас три. А можете уже и за четвертую голосовать за КПРФ, поскольку товарищ Крудинин, как выяснилось, цик будет везде приписку делать, чтобы 5 килограммов золота там было на момент регистрации на конец декабря. И около миллиона долларов. То есть уже если КПРФ предлагает миллионера, который под видом зарплаты прячет прибавочную стоимость, которую он получает в своем зале. Потому что никаких… Вот представьте, мы с вами акционеры. Назовем… Там у него совхоз имени Ленина. Давайте назовем колхоз имени Сталина наше зало. Имеем право. Вот назвали, а после этого… У меня 44% у Грудинина, 44%. А у вас вы мелкие все. Вы, наверное, понимаете, что в акционерных обществах решает не простое большинство, а решает фактически у кого главная сила в руках. И которая может этой силой пользоваться. Ну а работники, они вообще не входят в это. Хоть она говорит, что это народное предприятие. Во-первых, это не народ, если мы возьмем работников только одного предприятия. Это никак не народ. Но даже эти работники, они никакого отношения к собственности не имеют. Они работают. Акционеры, по идее, должны получать прибыль. Ну, вы, наверное, слышали, товарищ Грудинин заявил, что дивидендов мы не платим. Это что значит? То есть если вы акционер, и вы акционер, и вы акционер, вы не получите ничего. То есть вот мы на общие нужды там что-нибудь построим в этом самом нашем зале. Больницы, может быть, и поликлиники, какие-то дома. Дома не бесплатные. Хоть и говорят, что это островок социализма. Просто вам будет беспроцентный кредит. А что такое беспроцентный кредит? Дадут вам 7 миллионов? Скажут, отдавайте теперь всю жизнь, 7 миллионов. Умрите теперь, будете всю жизнь работать, и все время будете в долгу. Вот вы обрадуетесь, если у вас будет кредит 7 миллионов? Не знаю. Это вы же попадаете в долговую зависимость надолго. И вот о себе он устанавливает якобы зарплату большую. Но это не зарплата. Зарплата же это... Зарплата за управленческий труд, она и не может быть особенно большой. Как бы я не управлял, вот я вами как бы сейчас управляю, но я же не шахтер, я же не в шахте. Я же не умру после того, как миллион тонн угля будет добыт. Обязательно кто-нибудь умрет из шахтеров. И у них силикоз, это страшное заболевание. И вы знаете, что они долго не живут. Ну, поэтому как вот можно считать зарплаты больше, чем у шахтеров? А значит, основная масса того, что он получает под видом зарплаты, это прибавочная стоимость чужой неоплаченный труд. То есть он обыкновенный эксплуататор, капиталист, но все ему в помощь вроде как. И Ленин помогает ему с обхозами, и Ленина название взял. Вот я главный редактор газеты «Народная правда». Она печатается в газетном комплексе. А этот газетный комплекс теперь не самостоятельный, а вошел в первую образцовую типографию. У нас на последней странице мы полностью расшифровываем название этой образцовой типографии. У ордена Октябрьской революции и трудового красного его знамени первая образцовая типография. Санкт-Петербургский филиал. Название вы можете, вот по гражданскому кодексу нашему, вы можете там в середину в кавычке ставить, что хотите. Хотите «Зеленое солнце», хотите «Маркса, Энгельса, Ленина» туда поставить. Что хотите. Это не имеет никакого значения. Лишь бы у вас было или ЗАО, либо ООО, либо ООО. Все знают, что такое ООО? Очень вам рекомендую. Что такое ООО? Принятное общество, что ограничена ответственность. А в чем ограничена ответственность моя? То есть я вот ворочил миллиардами, ответственность какая у меня? Вот поскольку я давно был, вот сейчас я уже не руководитель ООО, но у нас сначала была оформлена наша газета как ООО, а сейчас просто как средство массовой информации и фонд рабочей академии. Общественное объединение, издателем является. Так вот, у нас капитал был ООО 40 рублей. А вот те, кто позже открывали ООО, им меньше десяти тысяч нельзя было считать уставным капиталом. Причем это нереальные деньги, это никто от вас не требует никаких денег вносить, если вы... Представляете, как регистрируется? Вот шкаф я там записываю, компьютерный шкаф, компьютер, ксерок. Но никто ничего, никаких вещей и обязан в три дня оформить. И вот у меня еще был второй совладелец, у меня было 37 рублей, а у него остановлено. А у него 13. Вот я был магнат-олигарх. Потом я взял да закрыл это все. А ответственность в пределах уставного капитала, если я миллиард у вас взял и не отдал, ответственность у меня у общества с ограниченной ответственностью. Вы знаете, с кем вы имели дело? Вы кому дали? У меня ограниченная ответственность. С чем ограничена? Размерами уставного капитала. Если у меня уставной капитал 40 рублей, я вам 40 рублей отдам. Идите, вот вам 40 рублей, это все, что я вам обязан дать по закону. Вы читали, что это общество с ограниченной ответственностью? Будьте здоровы! Оборочают эти ООО. Страшными суммами. В отличие от них, это уже неприменимо к ЗАО или неприменимо к КОАО. А теперь это ПАО – Публичное акционерное общество или просто акционерное общество. Тут время от времени меняют название. Вот эта система, которая третья система всеобъемлющая, это вот система Маркса и Энгельса, марксистская система, это исторический материализм, который, включая вся диалектизм, тоже является всеобъемлющей, которая базируется на гегелевской системе, но ее материалистически истолковывает и доводит материализм до понимания общества. Никаких других всеобъемлющих систем за это время не создано. И так слишком много. Философии – три системы. А есть разные концепции философские. Их не с числа, их можно изучать до бесконечности. Вот, так сказать, по итогу рассмотрения этой истории, что надо иметь в виду. Время наше истекло. Я не чувствую, что вы хотите куда-то убежать, но я чувствую, что потом вы можете уже разозлиться. Спасибо за внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!